МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире канал Уваровской телевидении информационная программа «Наш город» в студии Ирина Пивоварова. Главная тема сегодня. Строительство тротуаров, реализация программы «Щебенение», подготовка к весеннему паводку. Глава Уварова Владислав Денисов провел очередной рейд по городу. Художественно-эстетическое воспитание и развивающие программы. Глава города посетил новый детский сад «Вишенка», чтобы оценить, как проходит День воспитанников и ясельную группу. Конкурсы новогодних открыток, видеопрезентаций и лучших новогодних игрушек. В Уварове стартовал шестой открытый фестиваль Дедов Морозов. В этом году в онлайн-формате. В завершении выпуска традиционная рубрика вторника в двух словах. Глава Уварова Владислав Денисов вместе с представителями администрации города и специалистами служб благоустройства совершил очередной объезд территории города. В центре внимания строительство тротуаров, реализация программы «Щебенение», подготовка к весеннему паводку. Первым объектом, где побывал Владислав Денисов, стал тротуар по улице Рахманинова. На остановку общественного транспорта или в магазин по проезжей части по дороге в детский сад сквозь лужи снег и грязь на обочинах. Теперь это все в прошлом. Строительство нового тротуара по улице Рахманинова, ведущего к детскому саду номер три, стало настоящим подарком для всех, кому ежедневно приходится передвигаться по этому участку дороги. Решить многолетнюю проблему помогло обращение к главе города, результат которого теперь налицо. Тротуар очень необходим жителям нашего района, потому что детей приходилось везти по проезжей части улицы. Был прием главы на территории нашего садика, и ряд родителей, в том числе и сотрудники садика, вышли с инициативой и с просьбой к главе, чтобы сделать вот такую пешеходную дорогу. На что реакция была, вот такая, какая она сейчас есть, дорожка у нас уже сейчас существует. Несмотря на видимый положительный эффект, глава города выразил недовольство работы подрядчика, который наряду с тротуаром по улице Рахманинова ведет строительство еще трех пешеходных дорожек по улицам Первомайской, Шоссейной и Большой Садовой. И дело все в затягивании сроков проведения работ, которые, по словам града начальника, важны в плане безопасности и удобства пешеходов. Сегодня у общества, именно города Увар, запрос на хорошие тротуары, на их ремонт и строительство. И поэтому в этом году мы сделали акцент именно на ремонте строительства тротуаров. Именно выбрали те участки, проблемные участки, посмотрев на те обращения жителей, которые к нам поступали, именно сделали там, где сегодня это необходимо. И для нас очень важно, чтобы эта работа была сделана в соответствии со всеми требованиями. Поэтому я лично проезжаю, смотрю. Ни один тротуар не будет принят, если будут там выявлены какие-либо нарушения. Более того, что на эти тротуары нами предусмотрено три года гарантии. И если весной будут выявлены также проблемы, которые были скрыты, невозможно было выявить сейчас, то подрядчики будут обязаны их устранить. Стараясь исполнить свои обязательства в полном объеме, подрядчик заверил главу города, что делает все возможное, чтобы ускорить темп работ. Дополнительно привлечены люди и техника. При этом соблюдается технология, позволяющая проводить работы в это время года. Кипит работа и на улице Интернациональной, где также побывал Владислав Денисов. Здесь в связи с многочисленными обращениями горожан также было принято решение о строительстве тротуара, который ведет другой подрядчик. После завершения всех работ передвигаться по этой части города жителям станет более удобно, комфортно и безопасно. Наряду с тротуарами не менее важное направление в городе – это ремонт дорог. И хорошим подспорьем в решении дорожного вопроса вот уже который год является программа щебенения, позволяющая улицам частного сектора обрести твердое дорожное покрытие. Для этих целей используется щебень, который производится на территории бывшего химического завода. Он в три раза дешевле привозного, что позволяет делать значительно большие объемы. Результаты проведенной в этом году работы глава города также смог лично оценить в ходе объезда города. Мы сегодня активно используем тот дешевый щебень, который есть в городе, понимая, что при небольших тратах финансовых это мы можем сделать очень многое. И хочу отметить, что сегодня те участки, которые мы смотрели, которые проведено щебенение, это средства, которые образовались у нас в результате экономии – около двух миллионов рублей. И с учетом мнений и пожеланий жителей эти средства были направлены на щебенение. И именно были защебенены те участки, где вызывали большие проблемы. Вот сегодня были на набережной. Там действительно машины, особенно спецмашины, машины, жители не могли подняться, заехать и пройти так, в том числе и жители. Теперь здесь на радость местных жителей совершенно иная картина. Наряду с улицей набережной твердое дорожное покрытие в этом году обрели еще 13 улиц и участков частного сектора. Обеспечение безопасного пропуска весеннего половодия и паводковых вод – вопрос, которому глава Уварова также уделяет повышенное внимание. С целью минимизации последствий возможного паводка работа в данном направлении в городе началась заблаговременно. В частности, проводится расчистка водоотводящих каналов и водопропускных труб от наносного грунта и мусора. Ведется контроль за гидротехническими сооружениями, расположенными в соседних районах. Обследуются русла ручьев Подгорный и Ерик в целях беспрепятственного прохода воды весной. Мною даны соответствующие поручения почистить русла ручья Ерика и ручья Подгорного, так как по ним происходит сход воды во время таяния снега. Эти работы уже начаты, и они будут в короткое время завершены. Конечно, мы сейчас посмотрели еще и пруды, и тот каскад прудов, из которых вода попадает на территорию города. Он понижен до минимума. Отмечу, что контроль за горизонтом воды в этих прудах будет осуществляться в течение года, то есть в течение осени-зимы. И в случае его небольшого подъема тут же бы вода будет спущена, так как проверены гидросооружения, именно те запорные ароматуры, которые стоят на прудах. Для активного участия в данной работе городские службы находятся в тесной взаимосвязи с администрациями муниципалитетов, на территории которых расположены гидротехнические сооружения. Оценив масштаб и качество проводимых мероприятий, глава города отметил, что, несмотря на все принимаемые меры, угроза подтопления из-за географических особенностей территории все же существует, поэтому принять мер необходимо и самим жителям, застраховав свое имущество. Ирина Пивоварова, Виктор Викторов, НашГород. В этом году в Вишневой столице Тамбовщины было завершено строительство нового детского сада. Его посещают самые маленькие – дети от полутора до трех лет. В том, что дети с радостью и увлечением получают свое первое дошкольное образование и уже готовятся отметить новогодний праздник, смогли убедиться наша съемочная группа и глава города, посетивший учреждение. Огоньки сверкают, круглосы глашают, Ветер танцевать пора. Наши ножки – топ-топ-топ, Наши ручки – лоп-лоп-лоп. Несмотря на массу преград, связанных с пандемией, праздник все равно к нам приходит. И сегодня за музыкальным занятием полуторагодовалых малышей наблюдают гости детского сада «Вишенка». Глава города посетил учреждение, чтобы оценить, как проходит День воспитанников ясельных групп. Но праздник праздником, а жесткие карантинные меры никто не отменял. На входе в учреждение измеряют температуру, обрабатывают руки антисептиком, в коридоре работает дезинфектор воздуха. Такую процедуру ежедневно проходят все, кто посещает сад, в том числе и родители. О том, как малыши привыкали к новой обстановке, мы узнали из уст заместителя заведующей корпуса. На мой взгляд, период адаптации прошел у нас положительно, поскольку наши группы оснащены современным оборудованием, новыми, красивыми, яркими игрушками. То есть детям было чем заняться, а также воспитателям. Это помогло облегчить им период адаптации. Сейчас они уже успокоились, привыкли, поэтому переход на полный рабочий день для них прошел безболезненно. Они с удовольствием кушают и ложатся спать. Тем более, что к этому времени они уже очень устают, и им это просто необходимо. Действительно, в детском саду огромный спектр механизмов для реализации развивающих программ. Разнообразие игрушек, уголки, ряжение, книги, мониторы, транслирующие обучающие и подражающие мультики. Арт-зона, сенсорная комната, изо студия, музыкально-спортивный зал. В стенах Вишенки созданы все условия для развития творческих способностей малышей. Это пространство продолжается и за пределами самого здания. На уличной территории предусмотрена летняя мини-сцена, зона для рисования, пленеров, выставок и спортивная площадка. Конечно, развивающие занятия и игры занимают лишь часть от дневного режима. В Вишенке организовано полноценное сбалансированное питание, включающие три основных и один дополнительный прием пищи – дневной, сон. Эти ключевые моменты не остались без внимания градоначальника, который с интересом общался с персоналом, задавая самые разные вопросы. Персонал весь подготовлен, он прошел необходимое обучение, причем с учетом специфики детского сада, это художественно-эстетическое воспитание. Здесь создана, на мой личный взгляд, очень хорошая атмосфера для наших детей, как атмосфера, связанная с образовательной деятельностью, нахождение здесь, так и их питание. Мы сегодня посмотрели и кухню, посмотрели приготовление пищи. Вся пища готовится из высококачественных продуктов в соответствии со всеми санитарными требованиями. Также хочу отметить, и сегодня посмотрел, что вся инфраструктура садика работает в соответствии с требованиями, то есть достаточно горячей и холодной воды, температурный режим соответствует всем необходимым нормам. Напомним, что актуальность данного детского сада возникла в связи с реализацией программы по задействию занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Детский сад «Вишенка» рассчитан на 50 мест, и с первых дней его открытия учреждения уже посещают 39 малышей. За короткое время нашего пребывания можно было убедиться в том, что дети с радостью и увлечением получают свое первое дошкольное образование. Любовь Дьячкова, Виктор Викторов, Александр Трегубов. Наш город. С 7 декабря в Уварве стартовал шестой открытый фестиваль «Дедов Морозов». Из-за сложной эпидемиологической ситуации он проходит в онлайн-формате, но обещает стать по-настоящему веселым праздником. В рамках фестиваля пройдут конкурсы новогодних открыток и видеопрезентаций, а также выберут лучшие новогодние игрушки. Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, праздничные даты идут своим чередом. Вот уже на пороге и Новый год. Настроить уаровцев на позитив, создать для жителей хорошее настроение будет совсем не лишним. Решили в городской администрации и пригласили всех желающих принять участие в фестивале «Дедов Морозов». Новый год к нам в дверь стучится, бык рогатый лихо мчится. Фестиваль наш начинаем и к участию приглашаем. Ставший уже традиционным, на этот раз фестиваль пройдет несколько иначе, чем обычно. В связи со сложной эпидемиологической обстановки мы приняли решение проводить его в онлайн-формате. Мы ожидаем, что праздник получится веселым и креативным. Будут проводиться много конкурсов. Конкурсы открыток, видеообращений, новогодние игрушки. Я приглашаю всех желающих принять участие в нашем фестивале. Мы гарантируем прекрасное вам настроение. Давайте в год БК возьмем удачу за рога. Всем желаем в год БК взять удачу за рога. Именно так называется конкурс видеопрезентации «Дедов Морозов». Видеоролики предлагается размещать в социальных сетях. Победители определятся по результатам интернет-голосования. Кроме того, участникам фестиваля предлагается мастерить новогодние игрушки, которые потом украсит центральную улицу Уварова. Конкурс «Новогодняя сказка для любимого города» пройдет по трем номинациям. Самый вишневый сказочный домик, самый обаятельный вишневый ангелочек и самый креативный вишневый шар. Будем рады видеть вас, друзья. Оставаться в стороне нельзя. Клипы новогодние снимайте и посты вы на это выставляете. Вишневаровские открытки покупайте и во все точки мира отправляйте. Конечно же, старания конкурсантов не пройдут даром. Как всегда, самых лучших отметят. Победители различных конкурсов будут приглашены к центральной новогодней елке города Уварова для того, чтобы вишневый Дед Мороз им вручил подарки и сувениры. Конкурсы, видеопрезентации игрушек продлятся до 21 декабря. Конкурс открыток завершится 29-го, а наградят победителей 30 декабря. Подробно узнать о фестивале можно по телефону 4-67-11-4-44-83. Ирина Мерзлякова, Виктор Викторов, НашГород. Возможность узнать о самом интересном нового номера местного еженедельника есть благодаря анонсам рубрики «В двух словах». О чем пишут корреспонденты газеты «Уваровская жизнь» – коротко в нашей программе. На минувшей неделе глава города Уварова Владислав Денисов встретился с представителями местных СМИ. Какие вопросы интересовали журналистов? И что считает самым главным в своей работе руководитель муниципалитета? Узнаете на тематической странице в центре внимания. Информационный киоск, новый спортинвентарь и тренажеры получили уварские спортсмены благодаря грантовой поддержке. Значительное укрепление материальной базы позволило сотрудникам детской и юношеской спортивной школы реализовать четыре дополнительные общеразвивающие программы. Что может предложить учреждение юным горожанам, выясняла Елена Уварова. В преддверии Нового года в городе всегда проходило немало ярких праздников. Состоятся ли они в условиях сложной эпидемиологической ситуации? Руководство города отвечает. Уваровцев ждут фестиваль Дедов Морозов и конкурс ёлок. Подробнее об условиях и формате их проведения в рубрике «События». Уварские школьники осваивают азбуку выживания. Девятилетних мальчишек и девчонок учат ориентироваться на местности, оказывать первую медицинскую помощь, разводить костры, различать травы, грибы и ягоды. Корреспонденты местного еженедельника выяснили, кто организует подобные занятия и какие цели перед собой ставит. Кроме того, в очередном номере Уварской жизни рубрики «Градус развития. Национальный проект. Дополнительное образование. На страже закона. Имя на доске почёта». И ещё много интересного. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова